Да я в бейсболке буду, потому что я лысый, я как чёрт. Вот, и плюс спонсоры Fintrail, да? Да. Они бомба, блядь. Ну, погнали! Привет всем, меня зовут Анатолий Блейз, это проект «Всёпоходный». Видео посвящено моей автопиографии. Видос будет разделён на несколько частей. Первая часть будет посвящена именно походам. Рыбалки. Затем будет отдельный видос посвящен музыке, потому что у меня параллельное было хобби посвящено именно музыке, а именно рэпу. Затем будет фотоохота. И ещё один будет видос посвящен именно съёмкам фильмов, которыми я занимался где-то 2005 года. Ну, это всё в следующих отдельных проектах, отдельных видосов. Вот. Именно вот этот видос, он посвящен именно автобиографии, именно проекту «Всёпоходный». «Всёпоходный». Откуда? Зачем? Для чего? Вот. Но, хотел сказать самое главное, что проект «Всёпоходный» — это не главный проект. Изначально было совсем другое, не походы, а именно рыбалка. В 2010 году я начал заниматься рыбалкой, а именно ловлей головля на спиннинг. И у меня проект назывался «Блейзфишинг». Я его создал где-то в 2010 году. У меня также, кстати, есть видос, посвященному этому. Короче, какие-то архивные видосы есть, можете посмотреть там у меня в группе ВКонтакте. «Всёпоходный». Там вот есть такое архивное... Архивное видео. Вот. Вот. И когда я снимал, я даже не знал, что такое YouTube, я не знал, что такое социальные сети, грубо говоря. Только начиналось всё, контакты, и мне предложили, типа, «Вот, чувак, ты что-то снимаешь, давай выкладывай на YouTube». Там, типа, качество поле-менее, и там люди цепляют тебя моментально. Я в 2015 году как раз купил GoPro 4 Black Edition. Это была вообще супер-камера, крутая экшн-камера, которая до сих пор, сейчас, 2020, 2022 год, и ей можно до сих пор снимать и шокировать людей. Вот. У меня такая вот была камера, я снимал, что попало, и вот как раз начал снимать вот такие вот первые видосы классные. Но я снимал какие-то болтологии, как сейчас я занимаюсь, которые даже многие там, типа, проходят мимо, типа, «Чё ты, блин, болтаешь? Какой-то хренатень, ебатень». Вот. Тогда я ничего не болтал, я снимал видосы, потом делал нарезки под музыку и выкладывал на YouTube и ни хрена, короче, не собирал просмотры. Хотя тогда я ещё собирал там по 5-8 тысяч просмотров, сейчас это, блядь, нереально. Но в те годы это было такое, для YouTube это так, типа, хренатень полная. И я понял, что в России, именно в России, я ничего не говорю про Россию, я патриот, я готов идти за Россию, вот сейчас сами знаете, что происходит. Я не из этих нытиков, не бегу, а я пойду, вот, за Россию. Потому что не буду врать, мне деваться некуда, я такой человек прожил столько лет и мне это нахер не надо, это беготня. Ладно, давайте не о политике, а о проекте всепоходной, о том, что вообще происходит здесь, сейчас. Вот, вот, первые видосы я начал снимать в 2015 году, и вот тогда я понял, что меня не воспринимает вообще реально, вот, всерьёз. Типа, что-то, какую-то хрень делаешь, как-то, бу-бу-бу-бу, что-то непонятно, вспышки какие-то, вот, спрайты. И, я не помню, году, наверное, в 2017 проходил такой видеобаттл, который создал Fish5TV. Они сделали такой чемпионат в ютубе, именно посвящённый видосам, рыболовным видосам. И именно там я вот как раз вот сосветился, занял призовое место. Тогда спонсировали как раз этот проект много всяких компаний, и половина из них были как раз с Украины. И вот тогда вот я вот занял призовое место, и парни как раз с Украины, там, из компании «Фаворит», блин, там, СВшники, ну, кто знает, тот знает. Они такие, блин, чувак, ты, наверное, реально крутой и очень известный в России. Но, когда они зашли на мой ютуб-канал, они такие, типа, блин, чувак, какого хрена, чё, почему у тебя нет вообще подписчиков? Какого хрена, у тебя там сто человек? Не сто тысяч, а сто, блядь. Они тогда не поняли этого, и вот именно тогда сообразил, вот, наверное, понял, что именно в странах СНГ, вот, за рубежом меня воспринимает. А в России вообще как-то, чё, блядь, ты мучишь какую-то муть, какую-то бум-бум-бум-бум-бум, и пошёл нахрен, короче. Вот. До, до этого момента я, короче, не так и не собрал на ютубе, короче, подписчиков, да и ютуб вообще потух. Вот. Если кому интересно, то есть такой проект RuTube. Это уебанский, короче, стрёмный. Я не буду брать он в сайт, но там есть у меня как раз вот моя страница всепокотный. И если есть интерес, то туда можете подписаться, хотя там никого нет у меня подписчиков. Да и вообще там сложно собрать подписчиков. И скажу, вот, по этим всем вот, короче, сайтам, вот, ютуб, вот, он идеально был с 10 по 2015 год. То там, да, вот можно было вообще собирать просмотры какие-то там, блин, не знаю, подписчиков. Край с 2015 по 2020 до пандемии. После пандемии ютуб потух, а сейчас его вообще прикрыли, грубо говоря. Кто имеет 100 тысяч подписчиков, там, какие-то кнопки серебряные, золотые, да, они там рулят, они там еще живут, что-то пытаются скрипсти, там, какие-то там лавры. Но вот кто имеет меньше 100 тысяч, они там вообще нуля. И я там вообще не мучусь, там ничего не выкладываюсь. Так, от безделья выкладываю на ютуб. Основной проект у меня вообще вот в ВКонтакте, именно вот на, именно в группе всепоходной ВК. Потому что я там живу всю жизнь там и ся, как-то там чувствую, как рыба в воде. Ну, давайте ближе к делу, ближе к делу, наверное, то, что именно вот все началось как раз, вот, вся эта всепоходная тема именно с рыбалки. Ловли головля, туда-сюда, вот, официально начал где-то в 11-м году. Как раз в 2021 году я, у меня было, короче, десятилетие посвящено ловле головля. И вот в течение 10 лет я занимался, вот, в 2011-2021 я занимался ловлей головля до 2022 года. То, что 2022 был, я не побоюсь этого сказать, саму ебанский год по воле головля, просто голов не ловился вообще. Я немного ушел в волю окуня, волю джигом, микроджиг, средний джиг, большой, крупный джиг. Короче, вот такая тема. И это меня немножко вытащило из уебанского года, не головлинного 2022 года. Проекция походной, он появился официально, не буду врать, наверное, в 19-м году, 18-19 год, я точно не помню, когда я начал заниматься именно походами. Первый поход я совершил в 2016 году, без палатки, без всего вообще шел, у меня даже где-то есть архивная фотография одна. Затем мы в 2017 году с другом уже погнали в поход, сплавлялись на лодке по реке и вот брали с собой вот эту вот как раз палатку. Причем я брал палатку в аренду, это было круто, но когда я сдавал эту палатку, меня вынесли все мозги, какого хрена она вся сырая, короче, я сдал ее, блин, убитую. И мне вынесли мозги, я тогда помню, что такой, блин, все, пора, короче, покупать палатку свою. И я на зоне нашел палатку классную, вот, трех, а, двухместную, но там можно было жить втроем, вообще спокойно жить, тут спать. Вот, я ей много убахал и, короче, нашел одну фишку, что палатка это очень громоздкая, такая неудобная тема, так как я живу в городе, и нужно переезжать из города вот за город. И надо с собой возить, короче, рюкзаки, там, балуи, всякие сумки, куюнки, короче, и вот понял, что это неудобно, таскать много слишком в этих автобусах. Короче, научился избавляться от палатки, короче, и начал вот просто ходить в походы без палатки, то есть без палатки. Но для этого нужно было, конечно, высчитывать, короче, это первое, короче, погоду, чтобы погода была идеальна, типа. Но были моменты, когда ты смотрел по погоде, типа, окей, типа, погода идеальна, дождя нет, приезжаешь ночью, ха, бах, нахрен, дождь. Были такие моменты, у меня даже есть фотографии тоже так. Такие были, ну, пару раз было такое, когда вот именно приезжал в поход, и по погоде, короче, смотришь, типа, дождя нет, а дождь бахает, короче. Такое было. Вот, всякое бывало, туда-сюда, и меня-то очень сильно, очень сильно вот затащила эта вся походная тема. Мне очень стало нравиться эти походные темы, ходить, бродить. Ну, я начал смешивать рыбалку, походы, потому что, когда я переехал в город, то я понял, что я не могу жить без природы, без похода, без рыбалки. Начал сходить с ума, короче, и понял, что нужно как-то выбираться из города, и вот именно заниматься вот такими пешими походами, ночевками, рыбалкой, чтобы не сойти с ума. Вот сейчас, если у меня убрать рыбалку походы, то можно сразу же идти все в больницу, хочу ложиться, и такой, хе-хе-хе. Короче, рыбалка и походы меня стабилизируют, и мне становится хорошо и спокойно, потому что город сводит с ума. Работа, дом, работа, дом. Когда ты уезжаешь на рыбалку, походы, то ты не думаешь о работе, о семье, и, можно сказать, морально отдыхаешь. И хотелось бы, конечно, подвести итоги, для чего был создан всепоходный. Как я уже только что говорил, чтобы не сойти с ума. И плюс я всю жизнь, сколько я себя помню, занимался видосами, фотографиями, и хотелось что-то фотографировать, снимать. И вот до сих пор вот снимаю, фотографирую. Ну и избавляюсь от городской тоски, сваливаю, короче, когда есть возможность, погода, выходной. Я еду, отдыхаю, рыбачу, ловлю головля, ночую, сижу у костра, шамань. И мне становится очень хорошо от этого, потому что, если это сейчас у меня забрать, то я сойду с ума. Просто сойду, мать вашу, блять, с ума. Я хочу что сказать напоследок, выбирайтесь в походы, выбирайтесь на рыбалку, без разницы, имейте какое-нибудь хобби, потому что без хобби, без этой, вот, вы сойдете с ума. Особенно те, кто живут в городе, в этом сраном городе, выбирайтесь, чтобы не сойти с ума. А сейчас время такое, нужно брать все от жизни и жить, как будто вы живете последний раз. Ну что, всем спасибо, увидимся в следующем выпуске, который будет посвящен музыке. Также будет параллельно сниматься в следующих выпусках про музыку, потому что параллельно, ну короче, параллельно я занимался битбоксом. Субтитры сделал DimaTorzok